здравствуйте дорогие друзья сегодня наша встреча посвящена юбилею замечательного человека имя которого я уверена вы узнаете по первым строкам его стихотворения жди меня и я вернусь только очень жди да эти слова принадлежат удивительному человеку необыкновенному драматургу прозаику и поэту константину симонову судьба его складывалась нелегко но у него хватило мужества преодолеть все трудности и прожить достойную жизнь до конца выполнить свой военный и гражданский долг творческое наследие симонова это многочисленные стихи и очерки романы и пьесы в литературном мире с ним мало кто мог сравниться ведь одно дело писать о выдуманных событиях и абсолютно другое описывать то что пришлось пережить самому родился константин 1915 году в петрограде в семье полковника генерального штаба михаила симонова и княжну александры леонидовны оболенской 28 ноября исполняется 105 лет со дня рождения константина симонова своего родного отца мальчик не видел отец пропал без вести на фронте в первую мировую войну в 1919 году мать сына переехала в рязань где вышла замуж за александра григорьевича и вонищева константина воспитал отчим который очень хорошо относился к мальчику любил его как родного сына у них были очень теплые отношения работал александр григорьевич преподавателем тактики в военных училищах позже он стал командиром красной армии семья скиталась по военным частям часто меняя место жительства детство константина прошло в военных городках и командирских общежитиях в 1930 году после окончания семи классов константин поступил в фабрично-заводское училище работал на заводе токарем по металлу сначала в саратове а потом москве куда семья переехала в 1931 году он продолжал работать еще два года после того как поступил учиться в литературный институт имени горького в эти же годы начал писать стихи в 1938 году константин симонов окончил литературный институт к этому времени он уже написал несколько больших произведений в 1936 году журналах молодая гвардия и октябрь были напечатаны первые стихи симонова 1938 году он был назначен редактором литературной газеты после окончания литературного института поступил в аспирантуру институт истории философии и литературы но в 1939 году константин симонов был направлен в качестве военного корреспондента на халкингол в монголию где шли бои с японцами в качестве сотрудника газеты героическая красноармейская незадолго до отъезда на фронт окончательно меняет имя и вместо родного кирилл берет псевдоним константин симонов причина в особенностях дикции и артикуляции симонова он не выговаривал букву и твердого произнести собственное имя ему было затруднительно в 1940 41 года он окончил курсы военных корреспондентов при военно-политической академии началась великая отечественная война константин симонов написал 22 июня 1941 года мне и моим товарищам пришлось надеть военную форму и не снимать ее до конца войны с началом войны он был призван в армию работал в газете боевое знамя летом 1941 года в качестве специального корреспондента красной звезды находился в осажденной одессе его очерки и корреспонденции из горячих точек были замечены читателями но знаменитыми его сделали конечно же стихи в конце июля 1941 года симонов пишет тихотворение жди меня а 14 января 42 она была опубликована газете правда солдаты вырезали его из газет переписывали сидя в окопах заучивали наизусть и посылали письма женам и невестам его находили в нагрудных карманах раненых и убитых жди меня и я вернусь только очень жди жди когда наводят грусть желтые дожди жди когда снега метут жди когда жара жди когда других не жду позабыть вчера жди когда из дальних мест песен не придет жди когда уже надоест всем кто вместе ждет жди меня я вернусь и желай добра всем знает наизусть что забыть пора пусть поверят сын и мать кто что нет меня пусть друзья устанут ждать сядут в огня выпьют горькое вино напомин души жди и с ними заодно выпить не спеши жди меня и я вернусь всем смертям на зло кто не ждал тот пусть скажет повезло не понять не дождавшим им как среди огня ожиданием своим ты спасла меня как я выжил будем знать только мы с тобой просто ты умела ждать как никто другой все стихотворение читается как письмо с фронта любимой и далекой женщины она звучит как заклинание как молитва главное слово здесь жди повторяющиеся много раз она наводит на мысль о том что именно от этой способности женщины конечно методы зависит и жизнь и победа она призывала вопреки всему надеяться и ждать а фронтовику верить в то что дома его честь ждут это вера во многом будет питать его мужество и стойкость рядом с константином симоновым всегда была женщина его муза источник вдохновения в отчестве в личной жизни литератора было несколько браков и в каждом из них он был по своему счастью но наверное самое большое влияние имела его вторая супруга актриса валентина серова именно на ней он посвятил стихотворение жди меня а в 1942 году симона выпускает сборник поэзии под названием с тобой и без тебя который посвящается робот достать эту книгу было нереально стихи переписывали вручную отправляли на фронт учили наизусть ни одного поэта того времени не было такого оглушительного успеха как у симонова после выхода этого сборника осенью 1941 года поэт написал стихотворение ты помнишь алёша дороги смоленщины в котором словно бы ведет неспешную беседу со своим фронтовым товарищем алексеем сурковым уже в первые месяцы войны пройдя пыльными дорогами смоленщины симонов начинает осознавать что родина для него это проселки что дедами пройдены с простыми крестами их русских молей женские слезы и молитвы которые оберегают солдат бою писатель видит с какой надеждой и верой провожает его бой русские женщины трижды обнимая по старой добрые традиции словно бы пытаясь защитить от всех невзгоден опастой и именно это вера укрепляет силу духа русских солдат еще одно из самых известных стихотворение симонова майор привез мальчишку на лохите стихотворение раскрывается мотив детства загубленного жестокой и беспощадной войной мальчика везут из бреста первой советской крепости принявший на себя удар гитлеровской армии и оказавший героическое сопротивление ребенок расположился на лохите то есть на станке артиллерийского орудия симонов указывает и возраст мальчишки ему 10 лет но он уже посидел пережив гибель матери с которой даже не имел возможности простить обстрел родного города поспешную эвакуацию из него и ранение отца это стихотворение симонова было написано в 1941 году тяжелое время для советской армии толком не подготовленные к нападению гитлера отступали наши бойцы поэт пытался при помощи слова поддержать солдат продемонстрировать жизненную необходимость борьбы с фашистами симонов призывал стоять насмерть ради маленьких сыновей и дочерей у которых отняли детства ради материи отцов ради возлюбленных на искренние стихотворения константина симонова не могли нет нет не могли не откликнуться сердца советских бойцов ноябре 1941 года константин симонов написал поэму сын артиллериста основанный на реальных событиях это случилось недалеко от мурманска там шли тяжелые бои лейтенант лоскутов с радиопередатчиком проник в тыл врага и оттуда трое суток направлял огонь своих батарей иногда его приходилось наводить огонь на себя на себя константин симонов неоднократно сам бывал на передовой линии не раз понимал бойцов в атаку ходил в разведку был тылу врага о трудностях жизни на фронте и тылу писал в своих раскатах повестях и стихотворениях в 1942 году ему было призву присвоено звание батальонного комиссара в 1943 звание подполковника а после войны подполковником большая часть его военных корреспонденций публиковалась в газете красная звезда в годы войны написал если русские люди жди меня так и будет повесть дней и ночи две книги стихов с тобой и без тебя как военный корреспондент симонов побывал на всех фронтах прошел по землям румынии волгарии югославии польши и германии был свидетелем последних боев за берли после войны появились его сборники очерков письма из чехослованки славянская дружба югославская тетрадь от черного до баринцева моря и записки военного корреспондента после войны в течение трех лет симонов пробыл многочисленных зарубежных командировках японии в шах китае работал главным редактором журнала новый мир возглавив в советском союзе движение борцов за мир стал участником участником движения сторонников мира с 58 по 60-е годы жил в таштинке как корреспондент газеты правда по республикам средней азии 1959 году написал самое известное свое произведение роман живые и мертвые ставшие последствия трилогии вторую его часть писатель опубликовал 1962 году а третью только спустя 9 лет в 1971 первая книга практически полностью совпадала с записами личного дневника симонова который он вел в годы войны в романе описаны события происходившие в сорок первым сорок четвертых годах свидетелем который был сам автор ему оставалось лишь немного приукрасить свое произведение с помощью метафор и речевых оборотов за эту трилогию получил высокую государственную награду а в 1964 году роман живые и мертвые был экранизирован сценарием симонова по сценариям него были поставлены также фильмы парень из нашего города дни и ночи бессмертный гарнизон нормандия нема 20 дней без войны всю свою жизнь и после войны симонов помнил войны и писала не в 1975 году обращаясь к народам земли он сказал люди которые хотят чтобы вторая мировая война действительно называлась в учебниках истории последней должны думая о мире особенно хорошо помнил уроки войны писатель скончался в москве 28 августа 1979 года согласно завещанию его право был развеян под могилёвым над бунинским полем это место было дорого ему тем что в 1941 году он стал свидетелем жестоких сражений и сам чуть не погиб сегодня установлен на этом месте огромный камень на окраине поля с памятной доской а на ней как раз написано как раз говорится что всю жизнь симонов помнил это поле боя 1941 года и завещал разбирать весь свой право перед вами на экране подборка многочисленных книг симонова с основной темой его творчество о великой отечественной войне а я заканчиваю с вами была ведущий библиотекарь центральной муниципальной библиотеки города краснезнаминска до викченко оксана до свидания всего доброго